Иди давай! Йо-йо! Здравствуйте! Ребята, спасибо за внимание заранее. Отличная честь для меня выступать перед единомышленниками. И сегодня мы со своей командой хотим всем вам рассказать, что удалось сделать нам за последние два с половиной месяца. Это было классно. Вот. Значит, идея наша заключалась в том, чтобы построить механизм построения прогноза временных рядов для временных рядов мы выбрали котировки различных акций. Вот. И забегая вперед, хотелось бы показать небольшой интерфейс. Интерфейс в виде чат-кота в Телеграме. Вот. В базе данных хранятся все котировки, которые мы заранее просчитали. Вот. Но чтобы все было интересно, и чтобы вы почувствовали магию своими кончиками пальцев, мы сейчас введем новый тикер. Вот. Если отсюда хорошо видно, в базе данных сейчас содержится прогноз порядка десяти акций абсолютно разных. Фейсбук, Яндекс, Эппл и так далее. Мы хотим прямо при вас, чтобы вы все были свидетелями этого знаменательного события, построить прогноз, например, акция «Лебабы», которая торгуется на Нью-Йоркской бирже. Вот. Запускаем наш волшебный механизм, про который я расскажу чуть позже. Вот. Все. Вы видите... Другой тикер нужен. Это... Стойте, стойте. Это техническая неполадка. Мы ее починим в ближайшее время. Пока мы ее чиним, я более подробно углублюсь в то, как мы это делали, что мы... Да любой из этих... Вот. Никакой паники. Значит, в основе всего предсказательного алгоритма лежит библиотека Facebook Profit, которую Facebook активно промотирует как отличный инструмент для прогнозирования временных рядов. Они утверждают, что они сами ее используют. Используют очень успешно. Она в открытом абсолютно доступе. Все классно работает. И мы решили взять за основу эту библиотеку. Там есть очень много настроек. Мы долго тюнили, подстраивали под разные временные ряды, смотрели на разные ошибки. И в данной презентации мы будем наблюдать некую усредненную модель, которую нам получилось построить, основываясь на абсолютно разных по длине, по амплитуде колебаний и так далее, временных рядах. Мы долго работали и выявили примерно усредненную... усредненный параметр модели, который будет вполне неплохо отрабатывать для большинства этих тикеров, на которых мы обучали модель. Вот. Пару слов о параметрах. Там есть базовые вещи. Модель у нас была лимейная. Сезональность была, что называется, мультипликатив. То есть, когда она не постоянно по всему временному ряду, а она изменяется по тренду, то есть, в течение времени она может немножко расходиться или сходиться. Неважно. Мои коллеги с работой, которые уже использовали эту библиотеку в профессиональных целях, посоветовали нам в качестве количества тренд-чейнджпоинтов, то есть, тех точек, в которых модель определяет изменение направления тренда, брать минимальное количество. Вот. Поэтому мы взяли пять штук, мы смотрели, тестили на разных лиминных рядах, и, в принципе, да, пять... пять чейнджпоинтов нормальная история. Вот. Чейнджпоинт рейндж, то есть, тот интервал, на котором модель ищет эти чейнджпоинты, был по умолчанию взят за 80% от всей базы данных. Связано с тем, что последние 20% могут некорректно предсказывать. Ну, то есть, это довольно недавние события, и факт, что это действительно чейнджпоинт, может быть, это просто какое-то колебание, которое мы пока не можем достоверно заботектировать. Значит, извините. Проверяли мы качество нашей модели кросс-валидации. Это еще одна очень удобная, полезная функция, встроенная прямо в библиотеку Facebook Profit, вот, для тех, кто может быть незнаком, я вкратце поясню. Сам алгоритм строит несколько несколько моделей на всех исторических данных, считает для них ошибки и вводит одну усредненную ошибку по по всему временному ряду. Примерно это работает так. В кросс-валидации мы брали и строили много моделей по 1500 точек, то есть 1500 дней, это примерно там между 4 и 5 годами, неважно. Вот. Брали 2 месяца расстояния между этими дата-фреймами, в общем. И прогнозировали все на 50 дней вперед, то есть тот прогноз, который вот вы видите сейчас, все это думает. Ну вот, приехали. Да, в общем, все, что сейчас происходит, это магия, ребята. Вы убедитесь в этом сами, когда мы получим результат после просчетов всех вот этих волшебных цифр. Вот. Оценка, есть разные оценки ошибок. Мы смотрели на RMSI и на MAPE. Там также мы вывели для искушенных каких-то, может быть, любителей будет выведена стандартная ошибка, остаточная стандартная ошибка, средняя абсолютная ошибка. В общем, на любой вкус любой ошибки можно строить, мерить, смотреть, оценивать по ним модель. Немножечко про Backend, наверное, стоит сказать. Про другой высокок Backend, это про данные. Мы, мои коллеги, в частности, активно занимались тем, что строили базу данных. Вот. Какую-то часть мы делали с помощью SQL-локами, ну, алхимии, какую-то часть прямыми запросами. В общем, это все обрабатывалось по наитию. Вот. В базе данных у нас хранятся исторические данные, которые мы выгружаем с помощью библиотеки Yahoo Finance. Это была отдельная история, потому что оказалось, что мне тогда просто достать полный набор исторических данных финансов. Вот. У нас не получилось. Значит, в базе данных хранятся, да, тикер, дата, цена закрытия. И историю мы брали по умолчанию за 10 лет, если меньше, меньше временных промежуток есть информация по торгам. Значит, соответственно, хранить столько, сколько есть. В другую таблицу той же базы данных мы записываем результаты нашего прогноза. Третья таблица базы данных служит хранилищем для таблиц, для данных по ошибкам для каждой модели. И отдельно в ну, просто в папку мы сохраняли графики, которые мы скоро получим и все насладимся красотой этих графиков и точностью прогноза. Это будет потрясающе. Вот. В целом, если у вас есть какие-то вопросы, пока наш волшебный алгоритм думает, вы можете их задавать, я постараюсь ответить на них, если у меня это получится. Ну, основной вопрос по своим прогнозам торговая. Мы обсудим... Сколько заработали? Мы обсудим это в кулуарах сегодняшней встрече. Пока нет, пока не торговали, нужно тюнить, но это следующий этап, который обязательно будет, и вам, ну, обязательно всем ребятам скидка на платные функции нашего приложения вообще легко. То есть вот он еще в самом деле зарабатывает. Монетизация... Монетизация главный конек. Спасибо за доклад, очень интересно. А подскажите, как проходит валидация и апробация вообще прогнозов? Да, с увольствием отвечу на этот вопрос. Мы когда только мы начинали строить модель собственно с библиотекой вот на Facebook Profit как я уже говорил про кросс-валидацию это встроенный инструмент, который потом после того, как он отработает строит статистику по ошибкам. Мы, например, смотрим для временных рядов финансового толка по разным источникам. Я узнавал там у разных ребят. В принципе, если min absolute percentage error, то есть средняя абсолютная процентная ошибка в пределах 10%, это типа вообще классно считается. Вот. поэтому мы стремились достичь этого результата. Тюнили модель основываясь на том, что мы не хотим перейти за порог в 10% и разные параметры подстраивали именно так, чтобы получить эту оценку. А как работает кросс-валидация, которая нам как раз дает эту статистику, я примерно уже рассказал, могу еще раз вкратце объяснить, что просто вся история ребятного ряда у нас, например, за 10 лет, то есть это типа 3600 точек, грубо говоря, он все отлично да, он разбивает на разные кусочки и делает, грубо говоря, строит много таких моделей на всей исторической дате и выводит тебе среднюю ошибку по каждой из этой моделей. Ты говоришь, что, блин, скорее всего, это классно. Если ты видишь, что ошибка плохая, ты говоришь, ладно, я пойду дальше и тюнись его дарить. И так итеративно в общем мы достигали того, чтобы получить вменяемую процентную ошибку. Вот. А теперь ровно при вас, господа, произошло чудо. Мы получили... Давайте разбираться в том, что мы получили. Значит, мы... А что это был за тикет? Неважно. Посмотрите, посмотрите, пожалуйста, сюда. Мы получили... Поскольку у нас прогноз идет на 50 дней вперед от текущей даты, мы выводим на экран последние 10 дней прогноза. То есть последний прогноз у нас на 28 декабря. В принципе, это, естественно, все настраивается и для удобства отображения и для как-то юзер-френдли всей вот этой истории. Мы сделали последние 10, можно как угодно настроить. После того, как мы видим значение прогноза, выводится небольшой блок с ошибками, в который включен тикер, стандартная ошибка, среднепатратичная ошибка, абсолютная средняя ошибка и абсолютная процентная ошибка. Вот. В данном случае, поскольку на этом тикере мы не тюнили нашу модель и не крутили ее, у нас получилось... Ладно, ничего страшного. Да, у нас получилось, что ошибки довольно большие. Мы видим, например, мейп... А, нет, мейп порядка 16%, что в целом, конечно, не очень хорошо, но 16, не 50%. Вы все знаете такую, да? Поскольку и, собственно, финальным ключом это такой для иллюстрации, просто для понимания график, на котором мы видим зеленые, зеленые линии, такой кривоватой, это actual данные, которые были выгружены из янку finance, синяя, более склажная прямая, это как раз та склажная прямая, которая строит алгоритм и профит для того, чтобы построить свой дальнейший прогноз. Красная прямая в середине заштрихованной области это, собственно, прямая прогноза, и как раз область, закрашенная фиолетовым, это интервалы, то есть мы допускаем, что с 95% вероятностью тикер окажется, будущее значение тикера окажется в интервале от верхней заштрихованной границы до нижней заштрихованной границы. Такой инструмент был к нам получен, можем много рассуждать о том, что получилось, что не получилось, точность, это отдельный разговор, но в целом это был первый шаг и я считаю, что этот шаг был крайне успешен. Например, мы долго тюнили нашу модель на котировках акций Макдональдса и по статистике мы получили среднюю процентную ошибку по-моему, там сколько? 2% она должна показывать. Да, в общем-то 2%. Конечно, это просто цифры и просто статистика, но это было приятно, интересно и вот. Наверное, это все. Если у вас есть какие-то вопросы перед моим заключительным словом, то пожалуйста. Спасибо за доклад. Большой вопрос. То есть у вас получается это... Что внутри алгоритма вот этого фейсбучного, то, что они рекомендуют? Это просто набор технических инструментов для анализа финансов? Да, это... Или что-то еще туда добавляют? ЛСТН, КРУ, что-то связанное с нейросетями? Нет. В основе всего этого алгоритма заложен... Насколько я понимаю, заложен так называемый типа triple exponential smoothie, также известный, как типа алгоритм Хольда Винтерса. Да, да. И просто в нем довольно удобно делать все настройки, касающиеся учета выходных дней. У нас... Мы не делали, потому что мы помолчали, считаем, что акции, в принципе, не так чувствительны выходным, как, например, количество последних сайтов и так далее. Понятно. Ну, собственно, вы облавливаете, по сути, тренд на 50 дней вперед, то есть это не конкретная точка, там, условно, завтра, это будет тренд с поражением. Да, да, конечно, это все, ну, исключительно трендовая история с учетом сезональности. Мы в данном случае алгоритм учитываем недельную сезональность, но если, например, Facebook Profit также позволяет, если у тебя есть несколько точек за один день, то ты можешь отлавливать даже дневную сезональность, но для этого уже помощнее компы и побольше данных. Спасибо. Спасибо. В общем-то, да, я 3 секунды еще вас отниму. Всем спасибо, это было очень классно. Спасибо моей команде, спасибо Асе, Володе. Очень круто. Я уверен, что мы придем еще раз сюда и в следующий раз сделаем что-то настолько же потрясающее, фантастическое. Вот. Ну, да, тут снимают для YouTube, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики. Спасибо. Надо, 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 как-то вот так покажутся, ставьте лайк. А разве лайк там, а не там? Я не знаю, не искать. Поздравляю. Спасибо. 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 Спасибо.